А вот о том, как ослабить последствия блокады, сегодня говорили на заседании правительства. Впрочем, это не единственные вопросы Кабминовской повестки дня. Какие решения одобрили министры, знает Ирина Романова. Минутой молчания в память о погибших 18-20 февраля 2014-го начинается сегодня заседание Кабмина. Питла память героям небесной сотни. Прошу седаться. Тут же следует решение – выделить семьям погибших и раненым активистам Майдана единоразовую помощь. 176 особам, которые отримали тяжкие телесные похудения, и 236 особам, которые отримали телесные похудения средней важности. Далее министры переходят к вопросам насущным, состоянию отечественного энергосектора и блокаде угля из оккупированных территорий. Каждый день я говорил про то, что сегодня, завтра или послезавтра россияне обязательно перекрыть железные сполучения, чтобы совершить диск на Украину. Но я никогда не думал, что это перекрытие и это энергетическое блокаде будет создана некоторыми украинскими гражданами. Хочу уверить всех украинских граждан, мы и эту кризу выдерживаем. Блокада продолжается уже почти 25 дней. В сегодняшний день уже должны быть отключения, но, как видите, система работает пока в штатном режиме. Все благодаря заготовленным впрок запасам антрацитового угля, на котором работает большинство отечественных ТЭС, уверяет министр. К тому же, добавляет Игорь Насалик, его ведомство параллельно переводит некоторые теплостанции на газовый уголь. Его добывают на контролируемой украинской территории. Но себестоимость его добычи превышает цену, заложенную в тариф на электроэнергию. Цена, которая закладывается в производство электроэнергии, складывает 1730 грн. На контролируемой территории есть шахты украинские. Они вырабатывают угольные газовые группы, так? Так. По какой цене они продают государству? По цене 1730 грн. Только четыре шахты в Украине, которые вписываются даже в эту общую цену. Как минимум 18-20 шахт, которые по цене выше. Те украинские шахты, которые добывают угольные, по 2,8 тысячи, мы из бюджета напрямую датуем вот эту разницу. А на Роттердаме, за мою информацией, цена 2829 сегодня, а не 1730. Я считаю, что завдание сегодня равняться не на разные биржи, а створить украинскую биржу. К осени дают премьер-задание на Салику, такая электронная биржа должна появиться и в Украине, чтобы ведомство могло выбрать, где покупать уголь. Дома или за границей, в ЮАР или Польшу, например. Пока же правительство пытается хоть как-то договориться с участниками блокады Донбасса. Пока участники переговоров к консенсусу не пришли, но власть очень надеется и уверяет, как бы то ни было, силу к людям точно применять не будет.